Антология чтений Слов Всемогущего Бога Бог и человек вместе войдут в покой. Те, кто приводит своих совершенно неверующих детей и родственников в Церковь, слишком эгоистичны и показывают свою доброту. Эти люди делают акцент только на любви, независимо от того, есть ли вера и есть ли на это воля Божья. Некоторые приводят к Богу своих жен или родителей, независимо от того, соглашается ли с этим Святой Дух и совершает ли Он свое действие. Они слепо усыновляют талантливых людей для Бога. Какую вообще пользу может принести проявление подобной доброты по отношению к людям, которые не верят? Даже если эти неверующие, у которых нет присутствия Святого Духа, пытаются следовать за Богом, они все равно не могут быть спасены, независимо от того, что кто-то верит в обратное. Тех, которые принимают полное спасение, на самом деле не так легко заполучить. Те, которые не пережили действия и испытания Святого Духа, и которые не были усовершенствованы воплощенным Богом, вообще не могут достичь полноты. Следовательно, этим людям не хватает присутствия Святого Духа с того момента, когда они начинают номинально следовать за Богом. В соответствии с их собственными условиями и реальным состоянием, они просто не могут быть доведены до полноты. И так Святой Дух решает, что на них не нужно тратить много энергии, и Он не дает им просвещения и не ведет их по какому-либо пути. Он просто позволяет им следовать и, в конце концов, являет их участь. Этого достаточно. Энтузиазм и намерение человека приходят от сатаны. Они ни при каких обстоятельствах не могут совершить работу Святого Духа. Каким бы ни был человек, ему нужно действия Святого Духа. Разве человек может привести другого человека к полноте? Почему муж любит жену? И почему жена любит мужа? Почему дети исполняют свой долг по отношению к родителям? И почему родители заботятся о своих детях? Какие намерения у людей на самом деле? Разве они не стремятся реализовать собственные планы и исполнить свои эгоистичные желания? Действительно ли это относится к Божьему плану управления? Действительно ли это Божье дело? Делается ли это для того, чтобы исполнить долг сотворенного существа? Те, кто сначала поверил в Бога и не смог получить присутствие Святого Духа, никогда не сможет обрести работу Святого Духа. Было определено, что эти люди будут уничтожены. Сколько бы человек их не любил, это не сможет заменить собой работу Святого Духа. Энтузиазм и любовь человека представляют собой намерения человека, но не могут олицетворять Божьи намерения и не могут заменить Божью работу. Даже если проявлять величайшую любовь или жалость по отношению к тем людям, которые номинально верят в Бога и делают вид, что следуют за Ним, но не знают, что такое верить в Бога, они все равно не получат Божьего одобрения и не обретут работу Святого Духа. Даже если люди, которые искренне следуют за Богом, не имеют высокого уровня и не могут понять многих истин, они все равно иногда могут обрести работу Святого Духа. Но те, которые имеют высший уровень, но не имеют искренней веры, просто не могут обрести присутствие Святого Духа. Для таких людей просто нет возможности спасения. Даже если они читают или иногда слышат проповеди или поют хвалу Богу, в конечном итоге они все равно не смогут остаться во времени покоя. Искренность человеческих исканий определяется не тем, как судят другие или тем, какой видят ее окружающие, но тем, работает ли над людьми Святой Дух, и есть ли у них присутствие Святого Духа. И более того, это определяется тем, изменяется ли их характер, имеют ли они познание Бога, переживая работу Святого Духа на протяжении определенного времени. Если Святой Дух работает над человеком, то характер этого человека будет постепенно изменяться. Его представления о вере в Бога постепенно будут очищаться. Независимо от того, как долго люди следуют за Богом, если они изменяются, это значит, что Святой Дух работает над ними. Если же они не изменились, это значит, что Святой Дух не работает над ними. Даже если эти люди совершают какое-то служение, они движимы стремлением к благословению. Служение, совершаемое время от времени, не заменит обновление характера. В конце концов, они будут уничтожены, потому что те, которые совершают бесполезное служение внутри Царства, не нужны. И служение тех, чей характер не изменяется, не нужны людям, которых совершенствует Бог и которые верны Ему. Эти слова из прошлого, когда человек верит в Бога, удача улыбается всей семье, подходят для периода благодати, но не имеют отношения к месту назначения человека. Они уместны только на определенном этапе периода благодати. Эти слова подразумевают мир и материальные благословения, которыми наслаждаются люди. Это не значит, что вся семья человека, верующего в Бога, будет спасена. И это не значит, что, когда человек добивается успеха, вся его семья будет введена в покой. Получает человек благословение или терпит страдания, это определяется в зависимости от его собственной сущности, а не от той сущности, которую он разделяет с другими. В Царстве просто нет такого высказывания и нет такого правила. Если в конечном счете человек сможет выжить, то лишь потому, что достиг Божьих требований. А если человек в конечном счете не может остаться и войти в покой, то все потому, что он был непослушен Богу и не достиг Его требований. У каждого есть подходящее ему место назначения. Оно определяется в соответствии с сущностью самого человека и не имеет отношения к другим людям. Нечестивое поведение ребенка не может переноситься на родителей, и праведность ребенка нельзя разделить с родителями. Нечестивое поведение родителя не может переноситься на детей, и праведность родителя нельзя разделить с детьми. Каждый несет свои грехи, и каждый наслаждается своим успехом. Никто не может заместить собой другого. Это праведность. С точки зрения человека, если родители добились успеха, то это могут сделать и дети, а если дети делают зло, родители должны искупить их грехи. Это точка зрения человека. Это его образ действий. Но точка зрения Бога другая. Конец каждого определяется в соответствии с сущностью, которая проявляется в поведении и всегда определяется правильно. Никто не может понести на себе грехи другого человека. Более того, никто не может принять наказание вместо другого. Это абсолютно точно. Любящая забота матери о детях не означает, что она может совершать праведные дела вместо них. И послушная привязанность ребенка к родителям не значит, что ребенок может совершать праведные дела вместо них. В этом истинное значение слов. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Никто не может ввести своих нечестивых детей в покой на основании своей глубокой любви к ним. И никто не может ввести свою жену или мужа в покой на основании своего праведного собственного поведения. Это постановление. Ни для кого не может быть исключений. Те, которые поступают праведно, праведники. А те, которые делают зло, нечестивцы. Те, которые поступают праведно, смогут выжить. А делающие зло будут уничтожены. Святые святы, они не осквернены. Оскверненные осквернены, в них нет ничего святого. Все нечестивые будут уничтожены. И все праведные выживут. Даже если дети нечестивого совершают праведные дела. И даже если родители праведника совершают нечестивые дела. Между верующим мужем и неверующей женой нет отношений. И нет отношений между верующими детьми и неверующими родителями. Это два несовместимых типа. До того, как человек входит в покой, у него есть физические родственники. Но когда он вошел в покой, у него уже нет физических родственников, о которых можно было бы говорить. Те, которые исполняют свой долг, и те, которые этого не делают, враги друг другу. Те, которые любят Бога, и те, которые ненавидят Бога, противоположны друг другу. Те, которые входят в покой, и те, которые уничтожены, два несовместимых типа сотворенных существ. Сотворенные существа, которые исполняют свой долг, смогут выжить. А сотворенные существа, которые не исполняют свой долг, будут уничтожены. Более того, это будет вечным. Ты любишь своего мужа, чтобы исполнить свой долг сотворенного существа. Ты любишь свою жену, чтобы исполнить свой долг сотворенного существа. Поступаешь ли ты, как должно по отношению к неверующим родителям, чтобы исполнить свой долг сотворенного существа. Правильно ли представление человека о том, что значит верить в Бога, или они ошибочны? Почему ты веришь в Бога? Что ты желаешь приобрести? Как ты любишь Бога? Те, которые не могут исполнить свой долг сотворенного существа и не могут приложить все усилия, которые будут уничтожены. У людей сегодня есть физические отношения друг с другом, а также кровная связь, но со временем все это будет разрушено. Верующие и неверующие несовместимы друг с другом, а противоположны друг другу. Те, которые в покое, верят, что Бог есть и послушны Богу. Те, которые не послушны Богу, будут уничтожены. На земле больше не будет семей. Откуда там будет взяться родителям и детям или отношения между мужьями и женами? Сама несовместимость веры с неверием разорвет эти физические отношения. Изначально у человечества не было семей, только мужчина и женщина, два вида людей. Не было стран, не говоря уже о семьях, но из-за испорченности человека все виды людей организовались в индивидуальные кланы, впоследствии превратившиеся в страны и нации. Эти страны и нации состояли из маленьких отдельных семей. И таким образом люди всех видов были распределены по всем расам в соответствии с различиями в языках и разделяющими их границами. Собственно говоря, сколько бы раз ни было в мире, у человечества есть только один предок. В начале было только два вида людей, и это были мужчина и женщина. Но благодаря продвижению Божьего труда, ходу истории и географическим изменениям, эти два вида людей в той или иной степени превратились в большее количество видов людей. В этом отношении неважно из скольких рас состоит человечество. Все оно по-прежнему Божьи творения. Неважно, к какой расе принадлежат люди, они все – Его творения. Они все – потомки Адама и Евы. Хотя они не созданы руками Бога, они все – потомки Адама и Евы, которых сотворил непосредственно Сам Бог. Неважно, к какому типу они принадлежат, они – Его творение. Поскольку они принадлежат к человечеству, которое было сотворено Богом. Их место предназначения – то, которое должно быть у человечества. И они разделены в соответствии с правилами организации человеческого сообщества. Это значит, что нечестивые и праведные, в конце концов, сотворенные существа. Сотворенные существа, которые делают зло, будут окончательно уничтожены. А сотворенные существа, которые совершают праведные дела, таким образом выживут. Это наиболее подходящий порядок для этих двух видов сотворенных существ. Из-за непослушания злоумышленники не могут отрицать, что они являются творением Бога, так как они разграблены сатаной, поэтому не могут быть спасены. Сотворенные существа, у которых есть праведное поведение, не могут, полагаясь на тот факт, что они выживут, отрицать, что сотворены Богом, но получили полное спасение после того, как были развращены сатаной. Нечестивые – это сотворенные существа, которые не покорны Богу. Это существа, которые не могут быть спасены. Они уже полностью разграблены сатаной. Люди, которые делают зло, тоже люди. Это люди, которые развращены в высшей степени, и люди, которые не могут быть спасены. Поскольку люди, ведущие себя праведно, тоже сотворенные существа, они тоже были развращены. Но это те люди, которые готовы освободиться от своего прельщенного характера и способны подчиниться Богу. Люди, ведущие себя праведно, не излучают эту праведность сами по себе. Они приняли полное спасение и освободились от своего развращенного характера, чтобы подчиниться Богу. Они будут твердо стоять в конце, но это не значит, что они не были прельщены сатаной. После того, как закончится Божий труд, среди Его творений окажутся те, которые будут уничтожены, и те, которые выживут. Это неизбежная тенденция Его управления. Никто не может этого отрицать. Нечестивые не могут выжить. Те, которые подчиняются и следуют Ему до конца, обязательно выживут. Поскольку этот труд есть управление человечеством, будут те, которые останутся, и те, которые будут отсеяны. Это разные участи для разных типов людей, и это наиболее подходящее обустройство для Его творений. В конечном счете, Божье обустройство человечество разделяет, разрушая семьи, разрушая нации и разрушая национальные границы. В нем нет семей и национальных границ, ведь человек, в конце концов, имеет одного предка и является Божьим творением. Одним словом, сотворенные существа, делающие зло, будут уничтожены, а сотворенные существа, подчиняющиеся Богу, выживут. Таким образом, не будет семей, стран и, в особенности, наций в дальнейшем будущем. Этот вид человечества самый святой. Адам и Ева были сотворены изначально для того, чтобы человек мог заботиться обо всем на земле. Человек изначально был хозяином всего. Намерения Иеговы в отношении человека заключались в том, чтобы человеку было разрешено существовать на земле, а также заботиться обо всем, что на ней. Ведь человек изначально не был развращен и был также не в состоянии совершать зло. Но после того, как человек был испорчен, он уже не мог быть служителем, заботящимся обо всем. И цель Божьего спасения в том, чтобы восстановить функцию человека, восстановить изначальный разум человека и его изначальное послушание. Человечество, вошедшее в покой, будет являть собой подлинную картину результата, достичь которого надеется Бог в своем спасительном труде. И хотя жизнь уже не будет такой, как в Эдемском саду, суть ее будет той же. Человечество уже не будет в своем прежнем непрельщенном состоянии. Но это будет человечество, которое было прельщено, а затем приняло полное спасение. Эти люди, которые примут полное спасение, в конечном итоге, то есть после того, как завершится его работа, войдут в его покой. Соответственно, участь тех, которые были наказаны, также будет открыта в конце, и они будут уничтожены только после того, как завершится его работа. Это значит, что после того, как его работа завершится, будут явлены эти нечестивые и те, кто спасен. Потому что все типы людей, независимо от того, кто они, нечестивые или спасенные, будут явлены одновременно. Нечестивые будут отсеяны и одновременно будут явлены те, кто может остаться. Следовательно, участь всех типов людей будет явлена в одно и то же время. Он не позволит первой группе людей, тем, которые спасены, войти в покой, прежде чем нечестивые будут устранены. Он не просто произведет небольшой суд и немного накажет их. Истина на самом деле отличается от этих представлений. Когда нечестивые будут уничтожены, а те, которые могут выжить, войдут в покой, его работа во всей Вселенной завершится. Поэтому не будет никакого порядка очередности среди тех, которые примут благословение, и тех, которые пострадают от несчастья. Те, которые примут благословение, будут жить вечно. А те, которые пострадают от несчастья, погибнут на всю вечность. Эти два шага работы должны быть завершены одновременно. Именно из-за того, что есть непослушные люди, должна явиться праведность тех, которые послушны. И именно потому, что есть те, которые получили благословение, должно открыться несчастье, от которого нечестивые вынуждены будут пострадать за свои злые дела. Если бы Бог не открыл делающих зло, те люди, которые искренне подчиняются Богу, никогда бы не увидели солнца. Если бы Бог не привел тех, которые подчиняются Ему, подходящее для них место назначения, те, которые не подчиняются Ему, не смогли бы принять заслуженное имя воздаяние. Это процесс Его работы. Если бы Он не совершал свой труд, наказывая зло и поощряя добро, Его творения никогда не смогли бы войти в уготованное им место назначения. Когда человечество войдет в покой, делающие зло будут уничтожены. Все человечество пойдет по правильному пути, и каждый из видов людей будет со своим собственным видом в соответствии с функциями, которые им следует исполнять. Только это будет днем покоя для человечества и неизбежным путем развития человечества. И только когда человечество войдет в покой, достигнут полноты великие и окончательные Божьи свершения. Это будет финал Его деяний. Этот труд окончит всю растленную физическую жизнь человечества, и этим окончится жизнь развращенного человечества. После этого человечество войдет в новую сферу бытия. Хотя физическое существование человека продолжается, существуют значительные различия между сущностью его жизни и сущностью жизни развращенного человечества. Смысл его существования также будет отличаться от смысла существования развращенного человечества. Хотя речь не идет о жизни нового вида людей, можно сказать, что это жизнь человечества, принявшего полное спасение и жизнь с возвращенной человеческой сущностью и разумом. Это люди, которые когда-то были непокорны Богу, они когда-то были завоеваны Богом, а затем спасены им. Это люди, которые унижали Бога, а впоследствии свидетельствовали о Нем. Их существование, после того, как они прошли и пережили Его испытания, является самым осмысленным существованием. Это люди, которые остались твердыми, в свидетельстве о Боге перед сатаной. Это те люди, которые пригодны к жизни. Уничтожены будут те, которые не могут свидетельствовать о Боге и которые непригодны к жизни. Причиной их гибели будет их нечестивое поведение и уничтожение – лучшее место назначения для них. Когда человек впоследствии войдет в благой мир, не будет отношений между мужем и женой, между отцом и дочерью, и между матерью и сыном. Тех отношений, которые человек думает там найти. В то время человек будет следовать за своим собственным видом, и семья уже будет разрушена. Потерпев полную неудачу, сатана больше не будет беспокоить человечество. И у человека больше не будет прельщенного сатанинского характера. Непослушные люди уже будут уничтожены, и только послушные выживут. И лишь небольшое число семей уцелеют в полном составе. Как можно будет продолжать физические отношения? Прошлая физическая жизнь человека будет полностью запрещена. Как же смогут существовать физические отношения между людьми? Когда не будет прельщенного сатанинского характера, жизнь людей уже не будет старой, прошлой. Это будет новая жизнь. Родители лишатся детей, а дети лишатся родителей. Мужья лишатся жен, а жены лишатся мужей. Сейчас у людей есть физические отношения друг с другом. Но когда они все войдут в покой, физических отношений больше не будет. Такое человечество будет иметь только праведность и святость. Такое человечество будет только поклоняться Богу. Бог создал человечество. Поместил его на землю и вел его до сегодняшнего дня. Затем он спас человечество и стал ради него жертвой за грех. В конце ему все еще предстоит завоевать человечество, полностью спасти его и восстановить его в изначальное подобие. Это труд, который Бог совершает от самого начала до конца. Восстановление человека в его первоначальный образ и в его первоначальное подобие. Бог установит свое царство и восстановит первоначальное подобие человека. То есть он восстановит свою власть на земле и восстановит свою власть среди творения. Человек утратил богобоязненное сердце после того, как был прельщен сатаной и утратил назначение, присущее Божьему творению. Он стал врагом, живущим в непослушании Богу. Человек жил под властью сатаны и исполнял приказы сатаны. Таким образом, Бог не мог действовать среди своих творений и тем более не мог завоевать богобоязненность своих творений. Человек был создан Богом и должен поклоняться Богу. Но на самом деле человек отвернулся от Бога и поклонялся сатане. Сатана стал идолом в сердце человека. Так Бог утратил свое положение в сердце человека, то есть утратился смысл сотворения человека. И чтобы восстановить смысл своего сотворения человека, Бог должен восстановить первоначальное подобие человека и освободить его от прельщенного характера. Чтобы забрать человека у сатаны, Бог должен спасти человека от греха. Только таким образом Он может постепенно восстановить первоначальное подобие человека и восстановить его первоначальное назначение. И в конце восстановить свое царство. Так же произойдет окончательное уничтожение сынов непослушания. Чтобы человек мог лучше поклоняться Богу и лучше жить на земле. Поскольку Бог сотворил человека, Он сделает так, чтобы человек поклонялся Ему. Поскольку Он желает восстановить первоначальное назначение человека, Он полностью и безоговорочно восстановит его. Восстановление Его власти означает, что Бог сделает так, что человек будет поклоняться Ему и будет слушаться Его. Это означает, что Он сделает так, что человек будет жить ради Него, а Его враги истребятся Его властью. Это означает, что Его естество будет пребывать среди человечества, и со стороны человека не будет ни малейшего сопротивления. Царство, которое Он желает установить, это Его собственное царство. Человечество, которого Он желает, это человечество, поклоняющееся Ему, живущее в полном послушании Ему и пребывающее в Его славе. Если Бог не спасет развращенное человечество, то Его творение человека потеряет смысл. Он не будет иметь власти среди людей, и Его царство не сможет существовать на земле. Если Он не уничтожит врагов, живущих в непослушании Ему, Он не сможет обрести свою полную славу и не сможет установить на земле свое царство. Полностью уничтожить ту часть человечества, которая Ему непослушна, и ввести тех, кто достиг целостности, в покой – это признаки завершения Его труда и признаки Его великого свершения. Когда человечество будет восстановлено в своем изначальном подобии, когда оно исполнит свои соответствующие обязанности, займет подобающее Ему место и будет послушно всему Божьему обустройству, Бог приобретет группу людей на земле, которая поклоняется Ему, а также установит на земле царство, которое поклоняется Ему. Он одержит на земле вечную победу, и те, которые Ему противятся, уйдут в вечную погибель. Тем самым восстановится Его изначальное намерение в создании человека. Восстановится Его намерение в создании всего сущего, а также восстановится Его власть на земле, Его власть среди всего сущего и Его власть над врагами. Таковы признаки Его абсолютной победы. После этого человечество войдет в покой и войдет в жизнь, текущую в правильном направлении. Бог также войдет в вечный покой с человеком и войдет в вечную жизнь, которую разделят Бог и человек. Скверное непослушание исчезнет с земли, как исчезнет с нее всякий плач. Все, что противостоит Богу на земле, прекратит существование. Останется лишь Бог и те люди, которых Он спас. Останется лишь Его творение. Субтитры создавал DimaTorzok